Девушки отдыхают И представляешь, Коксик, потом взял и поплыл Да? И куда же он поплыл, твой бумажный кораблик? Ну куда? По морям, несколько морей проплыл, вот Да ну! Ну действительно, я сама видела, целых четыре цветных моря Вот, так, вы ничего не путайте, а? Разве бывают цветные моря? Бывают, бывают! Жёлтые и красные А ещё чёрные и белые Ну, вы и скажете Напрасно ты не веришь, Коксик! Здравствуйте! Такие моря действительно есть Ой! Здравствуйте, профессор! И бумажный кораблик Зубка действительно по ним плавал Вот, а ты не верил! Ну я не то, чтобы не верил, я так, ну, немного сомневался Ха-ха-ха! А ты не сомневайся! А теперь, чтобы уж совсем развеять сомнения Коксика, расскажите ему, какие бывают моря по своему положению? Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Именно это я и собирался вам сегодня предложить Ведь мы продолжаем знакомство с водной стихией нашей планеты С чем-с чем? С водными стихами? Ой, Веснушка, да с какими стихами? Стихия! Это такая сила, такая сила, такая сила природы Сильная-пресильная, правда, профессор? Ну, примерно так Значит, водная стихия – это много-много воды, у которой много-много сил Ну, можно сказать и так А мы уже с этой водной стихией знакомы Мы ведь видели четыре океана, раз, и пять морей, два А сегодня мы поговорим об озёрах Кто знает, чем отличаются озёра от морей? Я знаю, в море вода солёная, а в озере не солёное То есть, пресное Вот-вот, пресное-пресное Ответ неправильный Как это? А так, бывают и солёные озёра Солёность – это не то, что отличает озеро от моря Да? А что тогда их отличает? Озёра, друзья мои, не соединяются с океанами Или, как говорят географы, не имеют выхода к океану А на что они похожи, эти озёра? Похожи они на большие чаши воды А-а-а! Знаю! Еноточ на наше Шишкинское озеро всё лет ходил карасей ловить Ох, глубокое у нас озеро в Шишкином лесу Но, конечно, не самое глубокое Ой, а вы откуда знаете? Всякому, кто хоть чуть-чуть интересуется географией Известно, что самое глубокое озеро на Земле – это Байкал Оно находится в Сибири Вот здесь Да, вот бы моему кораблику по этому Байкалу поплавать, а? Нет ничего проще Ой, неужели это озеро? Как море! Берегов не видно Оно настолько большое, что про него наши предки даже песню сложили Славное море, священный Байкал А сейчас нашему кораблику пора поплавать по другому интересному озеру Это по какому же? В этой... в Сибири? Нет, на этот раз в Северной Африке А точнее сказать, в Алжире Здесь есть озеро, которое носит название Чернильное Чернильное? Да, его водой, как чернилами, можно писать на бумаге И вы хотите запустить туда мой кораблик? А что? Пусть запустят, интересно, окрасится он или нет? Поплыл, поплыл, прям по чернилам поплыл А что это за чудо-озеро? Почему там чернильная вода? Да, мне тоже интересно Ага, а мне думаете, не интересно? В это озеро впадают две реки Состав воды которых таков, что соединяясь, они образуют жидкость, подобную чернилам Смотрите, мой кораблик весь в кляксах Эх, он все-таки испачкался И что же теперь делать? Мы поможем нашему кораблику Отправим его вот сюда А что там такое? Здесь, в Челябинской области, в России, есть озерцо Но это озерцо необычно тем, что его вода насыщена содой Чем? Содой И стирать в ней можно без мыла Все пятна сразу отходят Вот это здорово О, смотрите, мой кораблик снова стал чистым, а? И может продолжать свое плавание Конечно И его плавание будет по опасным озерам Опасным? Это каким? Вот смотрите Это остров Сицилия в Средиземном море На этом острове расположено озеро смерти Но для твоего кораблика, Зубок, это озеро не опасно Опасно оно только для растений и животных Посмотрите, на его берегах ничего не растет А любое существо в его водах умирает Дело в том, друзья, что на дне этого озера бьют два источника серной кислоты Она-то и отравляет воду Ой, а давайте мы кораблик отправим в какое-нибудь другое место А что ты скажешь о мертвом море? Может, ну его, профессор Тем более, что вы сказали, что это море, а не озеро А мне интересно, что это за мертвое море? Находится оно в Палестине Другое его название – море соли Это один из самых соленых водоемов на Земле И именно поэтому там нет жизни Но зато его вода лечит очень многие болезни Да, каких только озер не бывает на свете Интересных озер в мире очень много Но боюсь, что все их посетить нашему кораблику не удастся Ведь наш урок подходит к концу Ничего, мы с тобой еще попутешествуем Ой, обязательно приду на следующий урок А я думаешь, не приду? В таком случае жду вас через неделю До новых встреч на уроках географии Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова